Аплодисменты Поэтому сейчас остаюсь И не прикрываю Потому что в принципе все равно отвечаю за все я Правильно? Какая была ситуация? Ситуация была разная Мы, наверное, три с половиной года Вели мастер-класс Вел Александр Ларевич Кожиновский Я и ребята Катя Рубашкина и Костя Вейтанг Мы вели-вели, люди менялись, приходили Это было такое житейское море Которое бурлило Кто-то приходил на день, кто-то приходил на два Кто-то приходил на месяц, кто-то на год Кто-то продержался три с половиной года Сейчас мы подводим такой итог Подводим чеховом Потому что мы посчитали, что мы уже как доросли до Чехова Сегодня на прогоне я поняла, что машинка Никогда мы не доросли Но все равно итог надо подводить И вам, так сказать, концерт на стульчике Всегда и не читать Поэтому, что будет, то будет Значит, ситуация такая, что у нас нет техника И звукокосветовиката Получилось Поэтому Катя выполняет все задачи одна Но, поэтому тоже настроены себя там, я имею Что будут, какие-то там дырки И переходят там, что-то такое Ну, это не важно А в принципе Как я объясню Есть такая классная Была такая классная Традиция, что ли История У нас Это народный театр называется Может кто-то знает, кто-то не знает Вот приходили взрослые люди Которые кто-то работает там Медсестой Кто-то там технику Я еще застала Ходила в этот народный театр И играла с этим взрослыми людьми И мне приходится все работе Я занимаюсь театром И искусством Я до сих пор не понимаю, зачем это все надо Тем людям, которые приходят на это Тем людям, которые приходят на это Но если это есть Значит, это все надо Вот поэтому Вы присутствуете при таком явлении Оно называется официальный мастер-класс А мне кажется, что это называется Народный театр То есть люди разных профессий Я хочу их представить Все честно Я не очень знаю все профессии, кто занимается Поэтому мы начнем с этим Давайте Ну, они действительно прошли этот путь Я думаю, что нам стоит интерес Вот, Оксана Безер Что вы скажете? Дмитрий У меня интернет-стартап Я проживаю Я проживаю Олеся Я проживаю Менеджер Артем Бабулень, ты меня не знаю Я инженер, технический паул Танюша А я школьница АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И mają Гарри Маркинов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вячеслав, у вас много профессий Назовите хоть Schubert Аплодисменты Давайте назовем просто ПИЗДЕЛИ АПЛОДИСМЕНТЫ Вячеслав Если бы ПИЗДЕЛили, как-то бы чаще репетинцы Я бы не вистан Честно Вот Еще здесь у нас такой Один Артист который работает профессионально в нашем новом театре на Печерске Юрий Утянов. Но, в принципе, главный вопрос – это лечебная педагогика. Поэтому я, по-моему, справилась с этой задачей. Спасибо. Достаньте мобильные телефоны и выключите их. У нас все-таки Чехов. Разведения серьезные, молчаливые. Быть нелюбимой и несчастной – как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой совсем не любит, есть что-то трогательное и поэтическое. Вот Армейгин, и он совсем не любит. А вот Татьяна, и она очень любит. Если бы они друг друга любили одинаково и были счастливы, то, пожалуй, казались бы скучноватыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вы перестанете журтать, что вы меня любите. Поверить вам, я не могу. Вы очень умны, образованы, у вас громадный талант, и, быть может, вас ожидает блестящая будущность? Да, у меня громадный талант, и, быть может, иногда будущность, представитель. А я скучная и ничтожная девушка. Да, вы скучная и ничтожная девушка. И вы сами отнесли, знаете, что в вашей жизни я буду только померкнуть. Правда, вы думали, что нашли вам на ваше дело, но это ошибка. И вот вы уже в отчаянии спрашиваете себя, зачем я встретил эту девушку. Ой, а вы знаете, вы знакомы со студентом Груздиной? С студентом? Да, со студентом Груздиной. Я думаю, он бы вам понравился. Вчера он был у нас и просидел до двух часов ночи. Все были в восторге, а я же вела, что вы не приехали. Какие у вас смешные усы. Вы знаете, Николай Ильич, с моей точки зрения, симптомы указывают на то, что мальчиком горчатка, туберкулезный ненегид. Характерные головные боли, светобоязнь, эгипность дотылочных областей. К сожалению, мы сейчас наблюдаем переход до внимательной стадии. Мы будем стоять тренировые стадии. Собрать-то можно, но только боюсь, это не имеет смысла. Дымов! Супруга. Нет, ну вы только посмотрите на него. Не правда ли в нем что-то есть? Что-то такое мужественное, сильное и даже немножко нежрежье. Я до сих пор удивляюсь, как показали смысл. Он врач, я творческая личность. Мы совершенно разные люди. Я вспоминаю, когда мы познакомились, когда была в госпитале, куда попал бедный отец. Ну, мы показали, что она его личным врачом. Он не ходил открывать отца ни днем, ни ночью. Столько участия, столько самопожертвования я раньше никогда не встречала. И когда Оксана встала, где он как-то остался в моей жизни? Он приходил ко мне на чай. Мы гуляли в тарфу. И там на вечерах. Он делал мне предложение. Это было так неожиданно, как снег на голову. Я помню, я проплакала всю ночь. И не знаю, что уже делать. А наутро дала согласие. Так мы с корицей продали. А Мородика Геннадия вам поднес букет записочкой. И вы доброшли записочку по вашему эфиру. Есть такое недоумение. Сейчас? Да. Слушайте, да. Нет, Николай Анастасиевич, честно говоря, я такого не помню. Я помню. Зато я помню, как вы вызвали Флоренса на дуэли за меня. Флоренса? Да. На дуэли? Я вызвал? И за вас? Да тут классе. Наталья Светлана, вы знаете, а этого я не помню. Николай Анастасиевич, ну расскажи, чем же вы сейчас занимаетесь? Ну, я инженер, молодой, преуспеваем. Закончил Питер сколько дней? Да вы что, правда? Да, ну, да. Молодой специалист. Кожевый молодец. Спасибо. Знаете, я всегда знала, что с вас будет дом. Спасибо. Но не задирайте нос, не только с вас. Между прочим, Флоренс стал доктором. А Анисин знаете кто? Анисин? Федер Мейкл. Привет, в Петербурге. Федька! Да! Привет! Привет! Федер Мейкл в Петербурге. Ну, дела. Николай Анастасиевич, а вот лучше чайками не выпьем. У меня уже и самовар на столе стоит. Да и может, будет поздно, вы как раз можете рассказать мне про все ваши дела. Вот там на фронтах. Я вот с вами не знаю, что я приезду тут, а на пару часов отечественных, просто не кормить, и обраться. Желаю, чтобы я всего и пара не уехала. Знаете, мы с вами не будем с целой семьей. Да. Да. Наталья Спавловна, а в каком часу отсюда будут линейки обратно в город? Что ли в 10, что ли в 19, идем и посмотрим расписание. А сочи бы с ней в скуки на пару дней, а? Ну, 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 я не могу встретить вас сегодня. Я очень рада, очень рада, что встретила. Мне надо поговорить с вами решительно и очень серьезно. я вам. Да. Здравствуйте. Я буду поговорить с вами. Я вас учусь. Пожалуйста. Вы меня действительно любите, уважаете? Вы же ходите за мной коктейль. Смотрите, у меня это не хорошее. Я не знаю. Хорошее. Пишите эти слова. Я не понимаю. Ну, почему я бы все это не делал? Приводка из окружения. Ну, что я бы все это кончил? Вот это изменение. Это изменение у нас. Две недели назад. В этом же это телевизор. Я отдыхающий. Здравствуйте. Неужели вы не понимаете сами или замужем? У меня есть дух. У меня есть дождь. Вы как не стали приятели. Вы не понимаете. У меня ценности. Да? Да. Я очень люблю собой. Да. Я не знаю. Знаете. Я даже не знаю. Я даже думаю. У меня нет. Я ведь еще не хочу. Продолжение следует... 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 Спасибо. Мне кажется, я похож на некое длинное. Дима, ты мне должен показировать. Пойдем, я на краску приготовлю к краске. Наталья Светлановна, сходите со мной, пожалуйста. Нет, я не буду. Говорю о заместном, я же уверен, вы знаете. Ну нет, я стесняюсь. Давайте я начну, а вы подхватите. Договорились? Ну хорошо. Начинаем? Готовы? Нет. Давай. Я. Я, 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 я. Я, 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 я. А скажите мне, пожалуйста, а что это за муха укусила здесь прекрасный клуб? Ну это раньше. Раньше все были геннадственные, сколько, товародетельные, да? А теперь у тебя про кого не сбросишь вот такие вещи, которые прям слушают раньше? Я не совсем понимаю, почему. Дедушки бегут, как мужей. Говорят, одна убежала от мужа с офицером, другая убежала и увлекла с собой молодой, как именно здесь. Дедушка вообще бежала с актером. Прямо эпидемия здесь какая-то была. Мне кажется, с такими темпами скоро здесь не останется ни одной молодой бабы и ни одной молодой жены. Да. Знаете, все, что говорят, это правда. От мужа сбежала с актером моя губерна из трансформы. Я знаю, что это не хорошо. Я знаю, что каждый человек должен терпеть то, что у него судьба преподносит. Бывает же, когда обстоятельства складывают за сильнее человека. Правильно? Но ведь какие-то отвлядьства могли прям целую беденнюю народить? Что за отвлядьства? Ну как какие, Николай Анастасиевич? Ну вы сами подумайте. Ведь после гимназии вы уезжаете в Петербург, остаетесь в столицах, женитесь там. А нам за кого замуж выходить? За кого? За всяких маклеров, которые только и делают, что скандальничают в клубах? Нам же тоже хочется жить. Как вот, к примеру, такой женщине, как мне, жить с глупым, тяжелым человеком? Вот встречают офицеров, докторов, я достигла? Тогда же я отсюда. Я принесла. Взял личный маклером. Ну... Коль так... Тарис Панев! Зачем обсе догадываемся? Угу... Ну, ведь нам же девушкам кажется, что лучше хоть за кого любят эти дела, чем одну всю жизнь доживёт. Вот смеются над Соней, да? А если б знали, как оно числило, то я не знала. Соня, да? Соня, да? Соня, да? Соня, да? Соня, да? Нет, и себе. Он же мучается. Слушай, Господи, ради меня. Господи, ради меня. Ах, Господи, ради меня. Ах, Господи, ради меня. Ах, Господи, лучше будет своей молодостью жизни и деньги на свете. Средние деньги, чтобы... Внимательно просто. Брай, мать, стёк, всё это. Средние деньги. Нет, надо всё-таки как-то серьёзно к ним отнестись. Потому что... Ну, человек... Лежать можно? Лежать... Зачем себя обладать? Зачем себя обладать? Зачем себя обладать? Лежать... Зачем... Лежать можно дальше, как я. Почему это прополучка во время? Переговор прочтён. Варя! Варя! Слышь. Варя! Кто-то сейчас приходил? Нет. Всё, давай, пошли спать. Слышь. Слышь. Ты что, пельца ходишь? Приходи же, Варя. Ты башни. АПЛОДИСМЕНТЫ АВТОМЕНТЫ Варя! Слышь. Главное. Звучит. Отношение. Ура! Звучит. Да. Варя! Звучит. Варя! Твоя. Звучит. Зд здание! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО könntori СПОКОНА... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я тебе об этом не признаю. Ты что бы там продать? Ох, Дима, ты даже не представляешься. Завтра, после этого венчания, мы все идём пешком на корзину вместе, через рощу. Дима, ты должен это представить. Только представить. Роща. И не птиц. Мы все яркими пятнами, и закинем. Это будет прям интересно. Это будет прям как на картинках французских экспрессионистов. Дима. Преоригинально. Ты даже не перескорляешь, как будет красиво. Дима. У меня здесь нет ни пластиков, ни цветов. Даже и перчата. Дима. Дима. Ух. 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 Сама судьба велики тебе. Ты меня спаси. Ух. Ну и спаси. Да. Значит так. Едешь домой. От каждого дюрок. Там первое платье слева, такое розовое. Оно все такое вот цвета. Ты его помнишь. там всякие кусочки носку точки и цветы сухие ты их аккуратненько это очень хорошо пожалуйста аккуратненько достань смотри не помыть все привезем это я потом уже выберу и перчатки не забудь купить потому что сегодня завтра венчать обойтись а первой находит здесь не успеешь Зачем я пообещала к этому телеграфисту? Ужасные несчастья не придумать нельзя. А вы понимаете, вот этого мальчика в вашей жизни? Да, я понимаю. Как вы говорите, я перестану быть матерью. А вы помните, когда он родился, я хотела его отдать в приют? Я, честно говоря, не понимаю. Просто странная какая-то женщина. Вообще не я. Просто пошлая. С головой что-то видимо было. Сейчас я мать и ничем другим я быть просто не смогу, понимаете? А что вы молчите постоянно? Постоянно молчите. Что вы постоянно молчите? Вот вы молчите, а я не перестаю надеяться. Что вы молчите? Я. Я. И я была рада любви. Но ее нет. Надо смотреть в чудовищу прямо в глаза. Мальчика, бугорчавка, мозга. Мальчика, бугорчавка. Мальчика, бугорчавка. Мальчика, бугорчавка. Мальчика как-то не понял. Эти вопросы не идут и никуда. Нам от этого не станет вечь. Послушайте. поделите мне минуту внимания мне нужно спросить вас о ключе к вам теперь скажите пожалуйста у него же болит голова почему он целый день молчал на одного сутка молчал и у нас целый день объясните пожалуйста я поняла почему господь Бог собирает его у нас мы просто недостойные даже какое сокровище ольга я за слышите ложитесь ложитесь я приеду за до 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 Спасибо. 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 Зачем вы? Зачем вы это затеняете? Лочь. Чего это? Я вас не понимаю. Вы лжете, Ольга. Вы лжете. Вы понимаете. Или вы забыли? Я вам напомню. Отечественные права на мальчика разделяются мной в равной степени Петров и Куробский, которые по сей день, так же, как и я, платят вам деньги на воспитание сына. Я знаю это. Я не знаю, что. Я прощаю вам прошлую. Вот с ней. Прошлая дочь. Я умирает мальчик. Пошел. Ганьон. Тушит меня. Я не умею говорить. Я не умею говорить. Двяная женщина. На нее не действуют такие минуты. И она спокойно врет. Так же, как 9 лет назад в ресторане «Эрмитаж». Боится. Она боится, что если откроет мне истину, я перестану давать ей деньги. Думаю, что если бы она не лгала, я бы не любил этого мальчика. Это… Это низко. Ольга, господи. У вас… Надо презирать. Я… Я должен стыдиться своего чувства. Знаете, я… Я 9 лет. Я 9 лет. Во все 9 лет эта ложь у меня вот здесь вот, поперек горла. Я не терпел, но теперь… Довольно. 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 Я вышел из себя. Ну, наговорил вам. Совсем вот не пустил. Не пустил, потому что вам теперь. У меня. У меня. И обращайтесь. Ну, и господи у вас. Ну… Пусть уже… Скажите… Скажите… Между нами вот не должна стоять ложь. Я… Это говорилось. Вы знаете, что… Что… У Луцки… Не составляет для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду. У Луцки… У Луцки… Я… У Луцки… А я… У Луцки… У Луцки… У меня нет дара убеждать, уверять. Ну, очевидно, она не понимает меня, если влёт. Ну, очевидно. Как ей объяснить? Как ей это объяснить? Ну, очевидно. Приходи-ка мы сегодня вечером. Ну, будь же искренна, не обманывай себя. Я же вижу, что ты любишь меня так же, как и я тебя. Сейчас ты только торгуешься со своей совестью. Зачем? К чему эти проволочки? Приговор прочтём. ПОДПИШИСЬ! 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 А давай увидимся, когда кавказ. ПОДПИШИСЬ! А потом вот потягунут. Хорошо? Ох, ты не переживай! Муж мне обязательно даст разгон. Все давно знают, что он живёт здесь, старш have been sheep. Вы обещали историю про Пуделя Ну хорошо, слушайте внимательно Один очень умный Пудель Значит, слушайте Один очень умный Пудель Погнался во дворе за вороном А ворон оглянулся и сказал Ах ты мошенник Пудель не знал, что имеет дело с умным вороном И сконфузился Я вас интригу не понял Слушайте еще раз Один очень умный Пудель Погнался во дворе за вороном Я пойду собирать чемодан Девять часов вечера жду тебя в беседке Очень жду Мам, ты куда? Я не пойду к рыбе Опять сахар грызешь? Нет Я не грызу сахар Она просто милого замечает Шампанское А там уже Кисочка как меня подбила Очень глубоко С таким чувством Для меня это как Один из тех любимых экспромтов Который и был для меня А до нее это просто карманнейший перелог в жизни Разошел Ну, понятное дело Я на следующее утро убежал Уехал Нашел на 600 рублей в кармане А осенью все Ну, что надо как-то расходиться с ней Я хочу саду уехать Ну, а совесть меня вскоре замучила Я погнал обратно к ней Просто осознанно Это своего злодеянного Ну, да Приехал к ней Покаялся Как мальчишка Попакались Скажите, а правда Что всякий раз Вступительных лекциях По женским болезням Студентам-медикам Советуют бы тем Как осматривать И раздевать Бедного женщину Это понятно Что у каждого Идите Есть мать Минерство Да, правда Я бы это порекомендовал Вспоминать не только Студентам-медикам Но и всем Мужчинам Которые Умеют дело С женщинами Оля Оля Дмитрий, а что такое? Подойди к двери Но не заходи внутрь А что вы пьете? Мне нехорошо Я третьего дня Заразился Не заходи внутрь Извините Я вас не прощу Заразиться можно Да и ничего Вам не случилось Но все равно Придел Спасибо Те, кто Нарожен Лезет по-настоящему Отсюда Знаете, о чём он Заразился? Во вторник У мальчика Через трубочку Вы сосуды Так, сдув Это серьёзно? То, что Кончается Умирает Потому что пожертвовал собой Какая Какая потеря для науки Какие дарвания Какие надежды Подавал он нам всем Господи Боже Это Если сравнить нас С ним Был великий Необыкновенный человек Это был бы Такой учёный Которого С огнём не найдёшь Хоська думал Хоська думал Что ты сделал? Что ты делал? Служил науки Нет Работал, как Молодец День и ночь Никто его не щадил Полодой учёный Будущий профессор Должен был искать себе практику Ночами Наниматься Три годами Чтобы платить Вот за эти Подлые тряпки Сам себе Не щадил Сам себе не щадил Не буду Не щадил Не щадил Я никогда не верил Что брак Совместная жизнь Может быть Радость Радость Показать Показать Я люблю вас Я люблю вас Я люблю вас Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»